Зоопарки, усадьбы, музеи. Чтобы зарегистрировать брак, молодоженам, возможно, в скором времени не придется идти в ЗАГС. С подобной инициативой выступили депутаты Госдумы. Поездная регистрация, которая пока является лишь украшением праздника, из фиктивных процедур может превратиться в официальную церемонию. Какие фантазии будущие супруги смогут воплотить, узнал Ян Воскресинский. Стрекотание вспышек на этой свадьбе порой заглушали звуки дикой природы. В московском зоопарке впервые сочетают браком человеческую пару. Эмоции от первых минут семейной жизни будоражили не только поцелуи на людях, но и смертельно опасные аттракционы. Это самое ядовитое изжар. Но главное в царство зверей удалось заманить официального представителя государства. Регистратор из ЗАГСа произносит необходимые слова и вручает документы. Объявляю вас мужем и женой. Но в других городах сотрудники ЗАГСов покидать рабочее место не имеют права. В Грозном по случаю днерождения республиканской столицы решили обручить рекордное количество пар 199. Документы молодые оформляли заранее. Исключения не делают даже для звезд. Алена Водонаева так хотела сыграть свадьбу в Петропавловской крепости. Но все равно пришлось везти жениха в ЗАГС, чтобы расписаться. Это просто четыре стены и женщина с высокой прической. Когда нам говорили какие-то слова, которые обычно говорят в ЗАГСе, мы просто смеялись. От этой торжественности, от такого, ну, от немножко неуместности и нелепости. Анастасия Волочкова так и вовсе обошлась без штампа. Потом это упростило расставание с супругом. Но ведь сама-то свадьба должна была стать главным светским событием сезона. Это был настоящий спектакль. Балерина задействовала сотни артистов, сменила пять нарядов. А к гостям и тогда еще любимому спустилась на воздушном шаре. Но вот официальную регистрацию пришлось исключить из сценария. Я не хотела никаких ЗАГСов, штампов и браков. У меня был союз прекрасный, в котором родилась дочь Ариадна Волочкова. Я дала ей свою фамилию. Поэтому я счастливый человек. Я знаю, что такой будет счастливой мамой, счастливой женой и красивой, яркой невестой. Надеюсь, что следующая свадьба моя будет ярче, платьев будет больше и будет все еще роскошнее, еще более поцарский. Быть может, следующий брат балерина сможет заключить не только красиво, но и официально. Нынешняя неповоротливость работниц ЗАГСов возмутила депутата Госдумы. Ведь даже собственного сотрудника, который захотел красивую свадьбу, народному избраннику пришлось непатриотично отпустить туда, где молодоженам не строят бюрократических преград. Мой помощник, молодой человек, он регистрировал со своей супругой отношения в Праге, там у них в Ратуши. А ведь это иностранцы должны к нам ездить и развивать брачный туризм. Как депутат от Петербурга, автор свадебной реформы негодует, почему даже в городе на Неве запрещена выездная регистрация. В свадебная столица Петербург мог бы стать официальным брачным полигоном. Дворцы, музеи, парки за пределами ЗАГСов есть где развернуться, но если регистрацию брака в обход традиционного сценария и разрешат, то все равно только в строго отведенных и исключительно культурных местах, чтобы отсечь слишком креативных молодоженов. Но сейчас молодым и так приходится идти на хитрости. Иван и Анастасия хотели пожениться под открытым небом, а не в ЗАГСе, так что штампы поставили в тайне от родных. Бабушки, дедушки не знали того, что это мы заранее расписывались, и не думали, что это все правда, нас расписывают. То есть как бы сделано было это все как по-настоящему. В свадебные агентства для таких случаев предоставляют бутафорские документы и своих регистраторов, тоже бутафорских, но готовых на эксперименты, в отличие от уполномоченных государством коллег. У них нет возможности вкладывать душу в церемонию, и церемонии идут на поток. Не могут у строителей выездных торжеств пока только одного, самого главного. Документами на свадьбе заведуют официальные сотрудники ЗАГСов. И похоже, с их стороны депутатскую инициативу ждет серьезное сопротивление. Сотрудник ЗАГСа – это государственный гражданский служащий. Да, у нас же с вами вот не хватает, например, фантазий придумать, что у нас заседание суда будет проходить, например, на воздушном шаре. Их порядки многим кажутся старомодными, а речи чересчур пафосными. Но закон все же пока на их стороне. Свадьба, говорят, это дело государственной важности. И становиться регистраторами по вызову они не намерены. Ян Вскресенский, Светлана Шишкина, Алексей Качан, Роман Надеев. Известие специально для Пятого канала. Светлана Шишкина, Роман Надеев.